Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 мая, вот у нас уже расцвела вишня, солнышко, птички поют. И вам вот через камеру может показаться, что у нас так тепло, хорошо, весна. Но сейчас не знаю сколько, полчаса назад я выходила, смотрела, было 3 градуса. Сегодня ночью у нас была температура 3 градуса. Следующая ночь тоже будет 3 градуса, а потом будет 7 уже. И вот так, что, хотя у нас такой пейзаж, солнце, зелень, но у нас очень холодно. Еще такие вот ночи холодные. Но я сейчас буду говорить не о погоде, а хочу рассказать о последствиях града, который был 25-го. Я вот сбилась как раз, 25-го, по-моему, или 24-го был град. И когда я показала листик, что на нем такие вот пятнышки желтенькие, многие там пытались спорить, что это не от града, от града так не может быть, что это, наверное, какие-то насекомые. Но эти пятнышки прям при мне на глазах. Я стояла с зонтиком, я ничего не могла сделать. Град бил вот по этим листьям, и прям на глазах появлялись вот эти пятнышки и дырочки. И так что вот эти пятна, про которые я говорила, это именно от града. Сейчас, когда прошло 2 дня, все томаты ведут себя по-разному. Те, которые толстоногие, у них листья не так повреждены. Вот, например, у Демидова. На взрослых растениях я вообще не увидела дырок. А те, которые я вам показывала, были пятнышки. Вот у них, видите, в местах пятен начался уже некроз. Ну, то есть, отмирают вот эти ткани. И эти листья, скорее всего, будут потеряны безвозвратно, потому что они уже так измочалилила их градом, что, ну, все, восстановление не подлежит. Буду ждать, когда отрастут новые. Но сейчас я вам покажу. Это вот Демидов взрослый. На нем, вообще, вы видите, как будто града не было. Все листья целые, потому что взрослые листья Демидова, они очень такие, как бы, плотные, такие толстые. И когда вот 2 года назад был град, я удивилась, побила томаты, прям продырявила, побила листья у многих сортов. Демидов остался нетронутым. Вот здесь вот, которые были в тоннеле, тут было видно конопушки от града. Сейчас, к сожалению, они уже проданы, их нет. Но я вам тут нашла 2 растения для примера, чтобы вы увидели, какой силы был град. И, несмотря на это, листья выглядят... Вот, смотрите. Вот побитые листья. Это я один сняла, но она вся грядка такая. Вот это те, которые неженки, которые индетерминатные, которых град побил. Видите, где дырка, все начинается, некроз и все. А вот Демидов. И, в общем-то, сначала даже и не видно, что как будто бы он пострадал от града. Но я сейчас вам покажу, именно пальцем тыкну, и вы увидите, что он тоже пострадал, и листья тоже даже до порывов все избило. Смотрите. Видите-ка на пушки на листиках? Такие светло-маленькие, желтые. И вот лист порван. Вот это порвал. Прямо, я говорю, у меня на глазах были вот эти порывы. Прямо град бил и рвал эти листья. Вот порванный. Потом... Вот. Видите, порыв. Потом... Тут было много мест, но они уже затянулись. А, вот, видите? Ну, прям порыв видно, что чем-то как порубило. И вот эти белые светлые пятнышки. Потом... Вот, почти пробило. Вот пробило. Вот пробило. И если посмотреть внимательно, то повреждено почти каждое растение. Видите? Это все град. Вот побило. Градины были такие острые, и они прям как секли, секли, секли их. Но, о чудо! Прошло два дня, и на листьях не начинается ни вот этого некроза, о котором я говорила. Листья от этих травм не засыхают. Они... Даже, видите, даже цвет не меняется. Если бы я вам не показала прям точно пальцем, то даже и не видно, что вот по этой плантации у нас прошел град. Град такой хороший был, крупный, острый. Вот еще одно... Одни плюсы вот этих сибирских толстоногих сортов во время вот форс-мажора, такого природных катаклизм, когда, во-первых, их ветер... Вот я про те взрослые уже сейчас скажу. Их ветер не гнет, не мотает, потому что когда здесь был град, был же еще ветер, и вот эти тоненькие, они все вот так вот, как их истрепало, как исполоскало на ветру, что им было очень плохо. Во-первых, их ветер не треплет, и листья у них такие плотные, что они даже могут противостоять вот такому граду. Вот видите, есть сравнение. Или вот... Ну, поверьте, это не единственный лист. Вот та грядка, которая тоненькая, они все такие листья. Или вот что после града. Или вот, есть разница. Поэтому большинство сортов у меня вот такие, именно выносливые, именно не капризные. И, конечно, эти сорта тоже нужны. И, ну, большей частью я их высаживаю в теплицу, где они предохранены вот этим поликарбонатом. Хотя два года назад, когда был град, у нас даже поликарбонат пробило, но не насквозь, а одну, ну, как одну часть. Вот, хотела просто показать и похвалить еще раз вот эти толстоногие сорта с мясистыми, с такими листьями, которым даже град нипочем. Вы представьте, какая у него толщина листа, и какая сила вот этого противостояния, что даже имея вот такие травмы, вот, ну, вообще все листья порваны. Вот видите, прям, чуть ли не два, на две части. Но они не желтеют, а они дальше с улыбочкой продолжают расти, вот эти наши сибиряки. Вот у меня осталась вот эта маленькая вот такая кучка. Все, остальные уже уехали, куда им надо. И кто их выращивает, люди же знают, они из года в год покупают, они их не нахвалятся. Им ни ветер, ни град не страшен. Ну, а вот этих неженок, надо, конечно, особо за ними ухаживать. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok